ну что друзья всем привет наше путешествие заканчивается и заканчивается она посещением музея истории железных дорог калининграда на входе нас встречает паровоз серии l 0 282 посмотрите какой красавчик ну и вот мы внутри паровоза l 0 282 смотрите какая здесь красота как-то было в паровозе на краснодаре но даже сфоткаться там ну и сейчас возвращаюсь в кабину но уже другого паровоза есть очень душно но когда все работает еще жарче и не представляю как вообще здесь можно работать двигаемся с вами дальше пассажирский вагон 1879 года выпуска дальше у нас вагон риц для международной перевозки пассажиров но вот он закрыт видим давайте посмотрим что там внутри это купе проводника я так понимаю это у нас вообще свой вагон св мягкий посмотрите какой красивый если там что-то видно кроме моего отражения да вагон мягкий св стало быть и двигаемся дальше то у нас вагон салон 1937 год выпуска и тепловоз тег к 2 59 98 один такой используется для небольших маневров вот пожалуйста какие-то подобные видел у нас краснодаре на различных частных предприятиях очень-очень давно продолжаем наш осмотр с вот такого чуда под названием d1 590 такие пригородные поезда работали на не электрифицированных участках дорог ссср россии и многих других и кстати в определенных местах продолжают работать смотрим 1976 год выпуска в будапеште был построен вот там головной вагон знаю что такие сейчас в молдавии работают местами даже в украине в россии по моему уже все списаны точно сказать не могу к сожалению внутри как обычная пригородная электричка здесь в общем-то ничего нового мы с вами не увидим а вот кран даже 45 номер 9 . и вот он самый кран смотрите пресс-кран модель t403 вот он напоследок на этой платформе у нас дрезина дгк у номер 2630 в муроми был построен 79 году данный подвижный состав ну или данная единица подвижного состава кому как больше нравится что у нас тут внутри открытый цельнометаллический вагон 1929 года постройки имел назначение электрообеспечения вот он ним здесь такие окошки даже есть небольшие не все закрыты но я думаю внутри ничего интересного мы с вами не найдем ну и вот платформа такая небольшая есть с вами видим в детстве любил по таким платформам лазить крытый цельнометаллический вагон мы его посмотрели ну и вот дальше мы видим некое закрытое чудо техники это у нас кран мк-6 что показывая все таблички на всех табличках написано подробная информация ну и здесь платформа с интересная штука пострелять бы из тобой чисто по фану но никто не даст по понятным причинам ну и вот нас это самая платформа на которой эти самые пушки находятся 13 н 451 тоже 2005 году поставлена в музей ну а думаю что это за вагончик все прекрасно знают это легендарнейшая электричка всех времен и народов произведенная на рижском вагон строительном заводе кстати пантограф уже я не знаю честно как этот тип называется но не такой как на vl-10 и vl-8 собственно говоря если вы уже догадались о чем идет речь давайте посмотрим правы вы или нет r1 228 я лично думал что это r2 но в отличие на самом деле было не очень много меня 1962 года выпуска но вчера я покатался еще в r2 правда уже квадратный 1114 номера с светлогорска 2 до северного вокзала калинингрова рада а мы продолжаем с вами наш осмотр и следующее на очереди dr1 am 3223 можно сказать конкурент венгров поставлены к нам все с того же легендарнейшего рвр для пригородных перевозок на не электрифицированных участках железной дороги не знаю можно ли сюда внутрь попасть попробуем мне интересно что там находится ну и что находится в пассажирском салоне мы все прекрасно с вами знаем но вот обратите внимание на оригинальные тележки у таких пригородных поездок кстати в беларуси они до сих пор ходят и я их лично видел ну и вот вагон столовая у нас далее представлен он закрыт пока я например вижу больше закрытого чем открытого открыт был только паровоз понимаю это один из предшественников нынешних вагонов ресторанов которые цены мягко говоря кусаются если называть вещи своими именами но если не мягко говоря то я думаю вы сами догадались итак следующий экспонат у нас кроет и вагон с тормозной площадкой еще один товарный вагон но здесь даже окошко есть что там внутри по моему ничего кроме какой-то одной подпорной балки я не вижу честно вот эта самая площадочка следующий у нас вагон прачечная вау о таком я даже не знал скажу вам честно о таком я даже и не знал ну как говорится всегда надо что-то узнавать впервые ну а следом у нас еще такой один паровозик есть до 4564 он кстати тоже открыт я надеюсь что все видно то что я снимаю ну что друзья и напоследок давайте посмотрим то что у нас представлено вот здесь рама платформы мы видим такие у нас сейчас рамы используются в грузовых вагонах можно разглядеть ее во всех деталях максимального близко что достаточно интересно но этот красный рычаг я думаю все знают что он расцепляет автосцепку и вагоны соответственно далее мы видим тележка квз цни вот такие тележки у нас для пассажирских вагонов использовались были произведены в гдр тележка грузового вагона вот она мы видим тележка моторного вагона электропоезда р-2 духосная с двойным рессорным подвешиванием 1964 год вау а это у нас это понимаю тележка тепловоза так оно есть тележка тепловоза м-62 м-ка тащила нас с курска до смоленска и вот пожалуйста тележечка тележечка этого тепловоза а это у нас рама вагона 1907 года постройки вот такие рамы использовали для постройки вагонов еще в царской россии интересно не так ли как шагнул прогресс за десятки а то и даже за сотню лет вперед и вот вагонный замедлитель кф-372 в 1984 год постройки предназначен для регулировки скорости движения вагонов при маневровых работах я кстати даже не знал что такое существует скажу честно дальше у нас различные путевые сооружения представлены башмака сбрасыватель вот она и конструкции башмака сбрасывателя рельс х 50 и деревянных шпалах вот так вот вся эта штука выглядит теперь вы знаете ответ на еще один вопрос а что же это за фигня такая на рельсах присутствует по станциям и разъездам идем дальше мы видим стрелку на деревянных шпалах вот она есть у нас закреплена стрелочный перевод типа r50 марки 1 дроби 9 по прямому пути 100 километров в час но сейчас уже и по 120 по 140 и более того существуют стрелки а по боковым как правило 40 это по всей россии так давайте смотреть что у нас здесь дальше светофор линзовый карликовый вот он какой продолжаем наш осмотр видим путевая решетка с раздельным клеммно-болтовым скреплениями рельсами типа r50 на железобетонных шпалов типа кбк или 1435 миллиметров вот она двигаемся дальше и здесь у нас путевая решетка на железобетонных шпалах решетка которую мы видим путевая решетка с раздельным клеммно-болтовым скреплениями стрельцами типа r65 на железобетонных шпалах типа кб а у нас здесь типа k2 шпалы видите внимание на разницу двигаемся дальше и дальше у нас деревянная шпала и рельс типа r50 еще здесь представлены различные виды путевых решеток давайте с ними также ознакомимся итак вот то что у нас есть на входе в музей первая путевая решетка на металлических шпалов из пилон стрельцами типа r50 посмотреть какие интересные шпалы честно я не знаю используется ли такая штука где-нибудь но выглядит весьма интересно не так ли я вообще не знал что это есть а вот еще что то такое интересно на таких же прикольных шпалах средствами или и 1435 европейский 1520 российской миллиметров для совмещенного пути вот как она все выглядит друзья смотрите где вы такое еще увидите кроме как не на моем канале всем советую ставить лайки подписываться если вам понравилось это видео а если не понравилось сделать то же самое как порядочные люди пройдем по дорожке которые тут для нас сделали его посмотрим этот стрелочный перевод который здесь лежит пройдем к табличке мы видим что это для деревянных шпал и еще в сайте какая интересная штука рельсы а здесь не допускается пролива нефтепродуктов действительно чем потому допускаться и вот пожалуйста рельсы рельсы шпалы шпалы ну а дальше все знают ну что же друзья давайте еще напоследок посмотрим всю эту красоту которая здесь есть и будем завершать этот видео обзор музея железных дорог калининграда снова мы видим тележку смотрите как прикольно там еще различные тележки ну я уж постепенно пойду отсюда у меня поезд через час надеюсь видео вам понравилось до скорых встреч друзья любите поезда ставьте лайки и подписывайтесь на мой youtube канал пока а собственно говоря вот еще что я вам забыл показать посмотрите какой светофор у нас есть я его только сейчас заметил не выключив камеру давайте еще быстренько буквально пройдемся что ж это такое итак вот он симафор еще одна вещь которую я заметил вот буквально сейчас и которая заслуживает вашего и моего внимания это конечно же гидроколонка в которой заправляет водой железнодорожные составы не даже дорожку сделали вот гидроколонка незначительно быстро шел но сейчас смотрим со всех сторон а это лесенка к ней ну и вот как выглядит этот наш сигнал в конце здесь ставят вагоны которые мы уже с вами посмотрели по моему здесь все большего я здесь найти не могу спасибо за внимание до новых встреч